Бухарест празднует победу над Молдовой. Президент Румынии Триан Басеску поблагодарил Конституционный суд за вынесенное решение, согласно которому в Молдове теперь официальным языком является румынский. Начну с того, что хочу выразить благодарность Конституционному суду Республики Молдова и инициаторам запроса. Главным образом Анне Гуцу, депутата парламента Молдовы и партии господина Гимпу, которые обратились в Конституционный суд с просьбой дать заключение относительно содержания статьи 13 Конституции, которая предусматривает, что государственным языком является молдавский. Сегодняшнее решение установило, что официальным языком в Республике Молдова является язык румынский. Басеску назвал постановление Конституционного суда актом справедливости перед гражданами Молдовы, которые считают себя румынами. Президент Румынии заявил, что решение будет иметь чрезвычайно глубокие последствия и призвал все страны мира принять его к сведению. Я надеюсь, что все демократические государства очень быстро примут к сведению решение Конституционного суда Молдовы. Это самая большая моя радость за последние годы. Могу сказать, что все наши протоколы с Молдовой и двусторонние соглашения заканчивались формулировкой. Этот договор, соглашение, меморандум подписаны в двух оригинальных экземплярах, во избежание того, чтобы было сказано на румынском и молдавском языках. С сегодняшнего дня все наши документы с Республикой Молдова будут подписываться так. Этот документ был подписан в двух экземплярах на румынском языке. Как следствие, один из главных стержней, сохраняющий суверенитет и целостность молдавского государства, касающийся языка, уничтожен. И таким образом Молдова стала еще уязвимой перед желанием Румынии вновь оккупировать молдавскую территорию. Бесеско уже ощущает себя победителем и с насмешкой обращается к тем, кто называет себя молдаванами. Румынский президент иронично дал понять, что после решения Конституционного суда они будут вынуждены называть себя румынами. Те, кто не чувствовал себя румынами и считали себя молдаванами, как теперь будут себя называть, если теперь в Конституционном порядке они будут румыноговорящими? Я задаюсь вопросом, что будут делать те, кто составлял румыно-молдавский словарь? Что будут делать эти фальшивые интеллектуалы со своим произведением, которое оскорбляло румынский народ в целом и граждан двух румынских государств? Оскорбительные и ироничные заявления Бесеску в адрес граждан Молдовы не задели никого из руководителей страны. Бухарест чувствует себя хозяином в Кишиневе и, без сомнения, стратегический план по ликвидации Молдовы, ассимиляции ее территории и коренного населения будет доведен с помощью кишиневских марионеток до конца. Уточним, что магистраты Конституционного суда являются гражданами Румынии, присягнувшими на верность соседнему государству. Молдавский язык они ликвидировали спустя несколько дней после заявления Трояна Бесеску, что следующим стратегическим планом Румынии является так называемое «Великое объединение». Следующий национальный проект для Румынии, который теперь, думаю, мы можем обнародовать, это объединение. Я считаю, что в настоящее время уместно сказать, что у нас есть такая цель, если этого хотят молдаване. Я убежден, что если в Молдове будет существовать унионистский дух, Румыния скажет «да» без колебаний.